всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал добро пожаловать в канаду сегодня я предлагаю вашему вниманию очередное видео моих находок из секонда и моих сокровищ которые я нашла и с большим удовольствием и нетерпением хочу вам показать давайте смотреть вместе ну что ж друзья давайте перейдем к рассматриванию моих сегодняшних сокровищ сейчас я немножко это все сдвину в сторонку пока показала вам общую картинку чтобы вы представляли о чем мы сегодня будем говорить ну давайте начнем я не знаю даже чего давайте начнем с этого украшения вы наверное узнаете их очень много много вариантов таких украшений она не подписанная таких украшений очень много компании кора именно вот 50-х годов об этом говорит и крючок и цепочка такая вот даже вот этот шарик я много видела украшений именно кора такого вот плана очень похожих их называют украшение из термосета или еще это называют мунглоу лунное сияние ну есть некоторые сияние конечно наблюдается если очень приглядеться обратная сторона его выглядит вот таким вот образом здесь нету никаких маркировок не на самом украшении кора обычно ставит маркировку вот здесь вот на крючочке вот вот здесь вот вот тут но тут видите вот ничего нету потому что ну потому что это наверное не кора может быть кора не маркированную тоже бывает такое дело но вот разглядывала я разглядывала никаких маркировок я не нашла немножко не смущает то что часто зачастую вот в украшениях кора вот вот этот термосетная вставка находится в такой оправе который в принципе здесь не закрыта как правило очень часто открыто но не знаю я не могу сказать судить точно сказать об этом в общем интересное такое украшение интересные вот эти вот промежуточные звенья в общем украшение довольно красивое такое нежное колье видите красивого нежного цвета вставки симпатичное колье безусловно винтажным так давайте рассмотрим вот эту брошь вы знаете что я затрудняюсь даже сказать из чего она сделана ничего подобного похожего я не нашла потому что по причине того что когда я задаю вот по картинке поиск в гугле то мне показывает google вот цветочек анютины глазки разных вариантов разных цветов но не показывает украшение она настолько реалистично выполнена что google не определяет это как украшение определяет именно как цветочек и показывает мне цветы я не знаю из чего из какого материала похоже на дерево или какая-то керамика но она настолько реалистично нежно и красиво сделано вот эти вот лепестки может быть это даже какой-то самодел какая-то ручная работа я не знаю но выполнена шикарно абсолютно шикарно я вам хочу сказать что они настолько тонкие эти лепестки что вот здесь есть некоторый облом видите с облом покрытия от этой краски цвета в некоторых местах потому что они настолько тоненькие посмотрите вот я пытаюсь вам показать чтобы вы поняли насколько тончайшая работа сделана мастером видите вот здесь вот тоже некоторые некоторые облом произошел потому что мне даже такое ощущение что пока я домой везла она как-то вот у меня немножко подломилась посмотрите как сделано это просто уму непостижимая я не нашла ничего про подобного про эту брошь здесь застежка похожа на современную скорее всего что она кажется современная еще раз повторюсь возможно даже какая-то homemade ручной работаем не знаю но прекрасная сохранность я просто не могла ее не купить потому что она потрясающе реалистичная красивая просто вот настоящий цветок до такой степени что невозможно даже отличить на на фотографии от реального цветка красиво давайте рассмотрим следующую брошь очень интересная красивая брошь маркировок на ней никаких нету я думаю что это австрийская винтажная брошь хотя опять же не берусь судить сто процентов потому что вот есть специалисты которые по пайке по по замку по вставке вот этих вот кристаллов синих могут отличить винтаж это или нет вообще она настолько хорошо сохранившиеся что я насчет винтажа тоже как бы немножко немножко сомневаюсь уж очень она целенькая новенькая и вся переливается и блестит но есть винтажные украшения которые прекрасно сохранились и их не отличишь от современных именно потому что они очень в хорошей сохранности не знаю девочки что вы думаете вот такая вот обратная сторона не знаю вот просто даже не знаю что сказать она может быть и винтажная может быть и современной я хочу сказать что современные украшения настолько хорошо научились делать что очень трудно бывает лечить винтаж от современных украшений особенно такому не специалисту как я но по-любому она необыкновенно красивая необыкновенно красивые кристаллы которые переливаются особенно на солнце и очень красивого цвета вот эти два синих кристаллы которые 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 просто просто необыкновенные красоты великолепные ну вот вот такая вот брошь не знаю что сказать выставляю на ваш так сказать суд и выслушаю с интересом и с удовольствием ваши ваши суждения и оценки я единственное что я абсолютно как бы уверена что это очень красивая вещь прекрасно смотрится на одежде очень много чем подходит поэтому винтажно или нет но по-любому очень красивая нашла я пару вот таких серег тоже думаю что это винтаж потому что не знаю немножко есть какие-то такие на ней следы времени так скажем на них на этих серьгах ну и фасон такой знаете когда-то были модные эти грозди хотя вот эта вот часть которая вставляется непосредственно в ушко она довольно новая и довольно хорошо сохранившиеся опять же маркировок никаких нету вот такие вот здесь листочки сделаны как элемент грозди винограда с с листиками знаете просто пластик и довольно так незатейливо выполнена сережка но я вам хочу сказать что я люблю такие вещи они очень нежные и милые тем более такого белого беломолочного цвета вот эти вот нежные тоненькие листики сверху выполнена она очень аккуратно очень хорошо очень красиво повреждения особенных нету пластик пластик довольно такой не дешевый я бы сказала в общем выглядит довольно хорошо маркировок повторюсь нету по моему я уже сказала но очень такие забавные летние знаете вот если вы хотите создать какой-то винтажный образ 50-х годов мне кажется что вот такие вот серьги очень подойдут потому что они именно вот те времена мне кажется были очень популярны вот такие вот смешные сережки я знаю что есть такие из камушков сделанные как грозди виноградные но это именно вот пластика именно такие грозди с листиками вот прямо ничем их не перепутаешь очень-очень красивое и интересное колье немножко тоже загадка я нашла похожие колье в интернете но именно похожие посмотрите какой интересный в нем у него замочек который по моему говорит о том что она да винтажная открывается вот таким вот образом не защелкивается на замочке тоже есть камушек есть стразики по моему я вот только не вижу мне кажется что парочки не хватает даже не парочки а по моему три штуки один здесь и два тразика вот здесь вот потеряны это маленькие круглые стразы их легко очень восстановить даже если нет то ну это застежка сзади и не видно и очень красиво выполнена задняя сторона застежки посмотрите как интересно и красиво это сделано знаете по застежке она выглядит как винтажную цепочка довольно такая простая обыкновенная и вот эти вот передняя как бы часть подвески я должна вам показать это поближе это просто необыкновенное произведение искусства я нашла подобное колье а давайте я вам сначала покажу его сзади как оно сделано сзади вот такая вот пайка и вот эти вот цветочки как бы они сделаны вот таким вот образом наклепки я сейчас найду на фотографию я скриншотила то что я нашла похожее оно не совсем такое у него другая застежка но очень похоже на это сейчас я вам прочитаю вы любуйтесь пока я попробую найти что я нашла про него и какое похожее нашла то что я нашла очень очень похоже но выглядит оно немножко по-другому я поставлю картинку задняя сторона выглядит по-другому другой замочек но само колье просто один в один к тому что вот у меня эти написано уже в проданных написано что он 147 долларов и называется оно винтажное так они написали что это винтажное айрис стоун так вот в правильном переводе это называется радужная оболочка ирисовая ну это я как бы перевод перевод с русского на русский значит камень из радужной оболочки я честно говоря вот никогда не встречала ничего подобного есть очень похожее арбузное стекло может быть это и оно но мне кажется что нет видите оно немножко другое значит выглядит оно вот таким вот образом три таких цветочков в центре как бы камушек большой и вокруг него другие камушки и вот маленькие и вот маленькие камушки вот в этой вот в цепочке как бы в колье в самом очень красиво это просто необыкновенно красиво и видите оно переливается здесь синий красный зеленый по моему присутствуют цвета вот именно вот радужная радужная оболочка да я долго искала как бы его как бы это перевести ну вот видимо переводится так необыкновенная красота и что меня поражает поразило немножко что вот в том колье которое я нашла оно сделано по-другому сзади более винтажно выглядит сзади потому что мое вот это вот пайка меня как-то немножко смущает если честно там прямо сделано вот на картинке там прямо сделано на клепках каждый камушек но у меня моя застежка выглядит более винтажно потому что на том колье который я нашла застежка сделан совершенно обычный обычный такой крабик а у меня вот такая вот штучка хотя тоже может быть наши китайские умельцы могут сделать все что угодно единственное что в нем потеряно несколько стразиков поэтому я думаю что он винтажный ну как бы давнего времени хотя может быть если китайская то плохо вставленные вставленные стразы потерялись ну в общем по-любому оно не обыкновенной красоты и честно говоря я думаю что все таки это винтаж потому что камни такого качества и такого блеска и такого перелива что издали можно принять их за бриллианты если смотреть на него наверное без очков не очень понимающий человек он может даже и подумать что это какие-то очень драгоценные прям королевские камни теперь значит есть у нас такой браслет он имеет маркировку вот здесь она немножко стерта но я думаю что вы видите что это маркировка моне очень похож на серебряный но наверное нет потому что кроме маркировки моне нету никакой маркировки которая определяет серебро то есть обычно это либо либо проба стоит либо либо написано silver либо написано sterling в общем ну браслет очень красивый лаконичный ну необыкновенной красоты вот эти вот вставки это тоже термосет или люцитовые вставки тоже какой-то немножко мунглоу вот похоже вот на тот розовый его сейчас не видно украшение пытаюсь найти где же у него застежка вот конечно он винтажный ну я так уже со знанием дела заявила ну потому что во-первых моне во-вторых маркированный во-вторых он выглядит как винтажный именно тогда делали вот такие вот браслеты лаконичный немножко похож мне выглядит как арт-эко но за счет вот этих вот очень красивых вставок он конечно выглядит замечательно красиво хороший такой размер с моей руки не падает и вот действительно если так вот немножко вот его поворачивать и действительно рассматривать эти вставки они такие красивые все разные ни одна не повторяя другую собственно таку должно быть видите они как будто бы как будто бы камни на самом деле это конечно пластик термосет но они очень красиво сделаны особенно вот этот мне нравится но к сожалению находится возле самой застежки хотя в принципе застежка сделана так что это рейне видно что это застежка можно носить застежкой наверх мы вот именно вот этот мне очень нравится такой красивый прям тигровый глаз но в принципе они все очень красивые опять же повторюсь браслет очень лаконичный и этим и красив и замечательным ну и наконец перейдем вот этому вот монстру большому который мне тут лежит тихонько в углу стола и наверное сейчас все подвину чтобы вам его показать потому что он занимает очень много места сейчас я разберу его секунду это конечно очень большое очень массивное украшение я конечно не могла пройти мимо хотя и подозревала что с ним что-то не так потому что если вы увидите вот посмотрите сюда как общение что чего-то не хватает а как собственно говоря его застегивать вот такое впечатление что не хватает именно вот какой-то цепочки или застежки что как бы есть правда я вам потом покажу картинку вставлю как это должно выглядеть и я очень долго я его купила несмотря на то что вот явно какой-то есть недостаток в нем еще и потому что здесь значит одна из одна из цепей которые представлены которые здесь сделаны она они имеют вот две такие застежки на конце каждое каждый конец этой цепи имеет две застежки которые в принципе можно застегнуть между собой вот таким вот образом раз и так вот его можно носить поэтому я решила что я его куплю и смогу носить в принципе хотя конечно я понимала что это не должно быть таким образом это вот такая вот здесь большая цепь одна из составляющих этого колье вот такая вот большая цепь вот она имеет на конце два две вот такие вот две такие застежки но это странно так не делают обычно бывает застежка и на конце с другой стороны как будто какое-то колечко в которое надо продевать я плохо вижу девочки если вы видите полностью то что я вам показываю короче здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь по моему я звень 8 цепочек а простите я ошиблась значит вот эта вот большая цепь является продолжением вот этой вот вот это вот колье то есть это не просто цепь а вот такой вот колье то есть принципе я поняла что его можно отстегнуть вот его потому что она имеет вот эти вот колечки на конце и носить отдельно но очень большой в принципе как самодостаточная единица она вполне себе даже может работать это современная колье это не винтаж сейчас я найду описание его и как бы я его по картинке в интернете нашла и нашла очень много вариантов как его можно носить это украшение американской компании stella and dot довольно известная компания которая делает украшения и такие принципе не очень дешевые значит мне кажется что вот это камень натуральный потому что она такое холодное тяжелое это видимо вроде что-то люцита или такой термопластик вот это похоже на камень ну по-моему это не камень вот это тоже видимо пластиковые пластиковая цепочка это тоже но вот это вот абсолютно точно камень по весу по 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 весу и по качеству и по простукиванию по звуку и по потому что это холодное вот это единственная из всех этих из всех этих цепочек вот это единственная вот на ощупь вы чувствуете что она холодная потому что вот это вот нет ну в общем вы видите что это необыкновенно красивое украшение я очень люблю большие украшения очень люблю такие необычные украшения нестандартные и вот как вы видите на картинке которую я поставлю здесь действительно не хватает цепочки которая соединяла бы соединяет вот эти два кольца и на с каждой стороны этой цепочки еще есть как бы застежка и на ней же написано ниже есть шилдик висит который определяет как бы компания написано маркировка этих босс и носить их можно разными всякими способами я тоже вот вам сейчас покажу и как бы даже без без этой цепочки соединительный в принципе вполне можно носить и вот это можно носить ожерелье отдельно и можно их носить все вместе соединен как бы вот застегнувши так как я вам показывала и можно носить вот так вот на длинной цепочке тогда она получается длинная вот опять же как я вам показывал на картинке в общем очень необычный очень красивый ожерелье я довольна что я его купила хотя я понимала что она немножко бракованная но тем не менее оно такое своеобразное очень яркое очень очень необычное и довольно известное в интернете нашла много их описаний много картинок так что я не жалею что его приобрела потому что оно такое вот не просто так бусики а бусики такие с историей ну что ж дорогие друзья вот такой у нас сегодня был показ такие у нас сегодня были украшения я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно а мы уже с вами увидимся в следующем видео украшений примерок болталок которые я последнее время совсем не снимаю как-то вот никак не дойдут у меня руки и и всего доброго всего вам хорошего всем привет из канады с вами была ваша дита пока пока бай и Продолжение следует...